Мы прекрасно видим, что даже повестка Верховной Рады, которая на следующую неделю, она не отвечает вообще экономическим реалиям. Та бедность, которая есть в населении, те тарифы, которые просто кошмарят всех украинцев, решения им нет. И, к сожалению, этот транш МВФ не поможет решить проблему простых украинцев. Почему здесь есть определенная доля секретности? Потому что я помню так прекрасно, как и коллега Войцитской самопомощи, когда мы только стали депутатами. Мы ходили в Минфин, где лежал драфт этого документа, мы смотрели его, потому что нам нужно было, а, коммуницировать людям. Что мы делаем как власть? Быть подотчетными. Это очень важно. А когда этой вещи нет, нет подотчетности, значит, есть секретность. И у меня есть сомнения, а соблюло ли правительство национальные интересы в взаимоотношениях с МВФ? Потому что первым требованием, мы здесь поддержим, потому что первое требование МВФ к этому траншу, это антикоррупционные методы. Антикоррупционный суд и другие. Насколько мы уже третий год, как новый парламент после Майдана, а требования с коррупцией до сих пор оно есть. А следующее, что идут спекуляции? Повышение пенсионного возраста или игра с этим. Рынок земли. Кстати, Батьевщина открыто против данных вещей выступает, и в программе это прописывала. А те политические силы, которые сейчас сформировали так называемую коалицию, у них в программе политической партии не было таких вещей. Но, однако, они за это будут голосовать и собираться. Может быть, в этом есть причина этой секретности? К сожалению, я не вижу, чтобы жизнь украинцев улучшалась. Алексей, в коллекционном соглашении было про рынок земли? В коллекционном соглашении про рынок земли, я не помню вещей конкретно по рынку земли, но рынок земли, вопрос. Мы уже приватизацию провели, и в Польше приватизация привела к тому, что у них бизнес работает, а у нас олигархи. То же самое рынок земли. К ним нужно приходить правильно. А когда у нас, посмотрите, исследование комитета аграрного, что там одни сидят аграрные бароны. Аграрные бароны, у себя только три человека, которые не являются представителями аграрного бизнеса. Один из них наш, Вадим Ивченко из Батьковщины. И кто будет у нас заниматься рынком земли? Агрохолдинги? Хорошо, но найдется ли парламентис?